Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы сейчас посмотрим на игрушку под названием Raft, и возможно начнем ее проходить. Все, что от тебя требуется, это обратная связь. Поставь лайк, подпишись на канал и напиши какой-нибудь комментарий. И по поводу Trader Life Simulator, да, возможно он выйдет завтра, возможно он выйдет сегодня, даже вот возможно, но никто об этом не знает. Не будем задерживаться и заморачиваться на Trader Life Simulator, потому что эта игрушка требует очень много времени, которого у меня абсолютно нет. Я потихонечку сейчас наигрываю, чтобы там накопить каких-то денег, так как это занимает определенное время. Просто-напросто пока забудь о нем, и когда я накоплю определенное количество денег, я запишу обязательно эту серию. Мы там закупимся по-хорошему и посмотрим, там серия выйдет минут на 40, я думаю, что это будет последняя серия по этой игре. И, как бы, давай приступим к крафту. Как я уже писал в комментариях, там, отвечал людям, я проходил эту игрушку. Что такое? Что такое, что ты завис? Эй! Чудила ты, ну, обычный. Представляешь, зависла просто по самой неболуси, и как хочешь, так живи. Panda Play мы назовем, Panda Play World. И друзья могут присоединиться. Нет, никто не может создать мир. И, как я говорю, писал уже в комментариях, отвечал людям на вопросы на эти. Я проходил эту игрушку уже... Было это, как бы, не так прям совсем давно. Около полугода назад, наверное, я проходил эту игру. Что-то тут добавляли уже, ну, после вот этого всего. И мы, конечно же, на это сейчас посмотрим. Вот. Игрушка, как бы, заключается в том, чтобы ты просто-напросто брал и... Как бы, вот, как-то правильно сказать. Музыку сейчас уберем нафиг, чтобы она нам не особо сильно мешала. Давай вот так вот сделаем, потому что оттуда я себя не слышу. Графончик поставим на ограничение в 50, и все в хорошее. Качественные быстрые, жесткие тени. Тени я вообще не очень сильно люблю. И давай посмотрим. Потому что если у меня будет сейчас FPS-ка проседать, то будет неприятно. Будет неприятно и для глаза, и для меня. Игрушка заключается в том, чтобы мы просто доставали с плота всякие разные предметы крюком. Блин. Также строили этот плот. На нас будет периодически нападать акула, которую мы можем... Хочу заметить, убить, которая нас только что чуть не цапнула за жопу. И... И... И, да в целом все, как бы. Здесь особо нет заморочек по поводу механика игры. Здесь просто нужно играть, здесь просто нужно стараться... Стараться... Не умереть. Не... Умереть от зубов акулы. И построить красивый плот. Пройти сюжетку. Собственно говоря, чем мы и займемся. Потому что, не знаю... Смотрел ли ты прохождение сюжетки. И знаешь ли ты, что здесь есть сюжетка. Сейчас узнаешь, если будешь смотреть мои видосы. Будешь смотреть мои видосы, будешь узнавать много нового, много интересного. И много познавательного. Значит, смотри. У нас есть стаб, у нас есть строительный молоток. Нет строительного молотка, потому что нам нужны веревки. Веревки делаются из чего? Из... Из... Листьев они, по-моему, делаются, да. Здесь, кстати, можно брать по нескольку предметов сразу, но это не всегда представляется возможным. От акулы можно отбиваться копьем, как я помню. Как бы, в принципе, не настолько я маразматик, чтобы забыть то, что можно от акулы отбиваться копьем. Опа. Тихо. Ну, куда ты поплыла, досточка? Здесь есть бочки, которые... В которых содержится, ну, множество предметов. Множество сразу предметов. То есть мы можем оттуда достать сразу и пластик, и еду какую-нибудь определенную. Вон, кстати, она плывет. Бочечка там. Так, молоток мы сразу изготавливаем. Удочку, не знаю, мы пока не изготавливаем. Каменный топор нам тоже особо не нужен пока. Так что мы... Ой, я испугался собственной руки. По-хорошему весло бы, блин, собрать, и вообще было бы отлично. То есть мы смогли бы грести куда-нибудь. Как мне сказали в комментариях, ничего страшного, что ты прошел игру, хотя бы тупить не будешь. Нет, не переживай, я буду тупить, потому что я, так скажем... Ну, так скажем, не особо сильно запоминаю всю игру, и я постоянно забываю, что нужно сделать, что не нужно сделать. Я помню, что здесь нужно построить какой-то маяк. Не маяк, а радар, который будет показывать, куда именно нам нужно плыть. То есть он будет указывать на сюжетные острова. И когда я первый раз проходил, проходил я не один, собственно говоря, очень много времени потратили на то, чтобы понять, что же нужно сделать, что же делать, в конце концов, чтобы доплыть до какого-то сюжетного острова. Так как мы любители проходить игры хардкорным образом, то бишь без помощи гуглов и ютуба, всяких логайдов и всякой помощи сторонней из интернетов, то мы проходили самостоятельно. Но спустя где-то часа три просто блуждания, так сказать, блужданий по океану, поэтому борьбы с акулой и строительностью бессмысленного плота, мы решили все-таки, я решил прибегнуть к помощи Вики. Вики Хау, да, там, или не Вики Хау, это гейм Вики, блин, короче, какой-то Вики, в которой написаны определенные аспекты, описаны аспекты этой игры, и там написано, короче, как это все дело проходится, как это дело все тыкается. И я, в принципе, знаешь, я люблю самостоятельно проходить игры, как бы, знаешь, не люблю смотреть всякие эти, вот опять же повторюсь, гайды не гайды, блин. И поэтому прохождение обычно игр занимает у меня достаточно продолжительное время. Даже ты можешь это понять по трейдер-лайв-симулятору, который, блин, выходит по сериям, там, по часу, по 50 минут. Там можно все было гораздо быстрее сделать, если бы я посмотрел хотя бы прохождение каких-нибудь других людей. Но я не люблю этим заниматься, понимаешь, я не люблю этим заниматься, это глупо. Зачем я тогда прохожу эту игру? Деревянное копье, веревки изготовить. Мы можем теперь ломать нашу, нашу весла, все готовы. Слушай, у меня теперь вопрос. А пропали ли у меня все мои рецепты, которые я, которые у меня были? Я так понимаю, что нет, потому что, мне кажется, в самом начале игры, когда ты только, когда ты только начинаешь бороться с этим несправедливым миром, у тебя нет абсолютно ничего, кроме какой-то глупой надежды на выживание. А здесь мы сейчас уже с полной комплекцией, как бы так правильно сказать, предметов, которые у нас есть. С полной, с полной, с наличием. Эть, эть. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, сейчас, сейчас цапнут. Не цапнут. Хе-хе, убежал. С полной комплекцией рецептов, с полной комплекцией предметов, мы начинаем уже играть. То есть у нас уже есть рецепт стола. Я не знаю, был ли он изначально, честно, я не помню. Но мне кажется, у меня были все рецепты, ну, к концу игры были вот эти все рецепты. Так, что такое? Опять гудит компьютер, опять он у меня... Мне кажется, он гудит меня в каждой игре, в которой я играю, и поэтому ты уже перестал от него удивляться. Мы сделали весло, чтобы плавать во все стороны, которые нам необходимо будет плавать. Мы можем им грести куда угодно, но якоря у нас нет, поэтому... Поэтому, блин... Вообще, первым делом нужно сделать парус, потому что парус это основополагающее нашей лодки. Так как парус указывает нашему судону, куда плыть, думаю, что именно его мы в первую очередь и сделаем. Я то ли увидел там остров, то ли мне просто показалось, но это не важно, когда я вижу две огромные бочки. Две бочки, и я не побоюсь к ним приблизиться. Да, серии по рафту будут выходить примерно полчасовые, так как я для себя решил, что нужно ограничить длину роликов в полчаса, так как большая длина, во-первых, как бы так сказать, увеличивает время обработки этих видео, а также увеличивает, во-первых, уменьшает процент просмотра моих видео, а также, ну, короче, доставляет какие-то неудобства, знаешь, видос, во-первых, дольше рендерится, во-вторых, дольше он делает все, все, что можно делать, он делает дольше. И мы как бы просто не будем заморачиваться, и ты тоже не будешь на этом заморачиваться, просто смотришь и все, и не паришься. Парус, парус, у меня одной доски и восьми пальмовых листьев не хватает. Ты понимаешь это количество? Восемь пальмовых листьев. Вот, вот-вот-вот-вот-вот. Блин, мы уплыли далеко от этого острова, хотелось бы, конечно, на него заплыть и полутать бы немножечко деревья, чтобы у нас были пальмовые листья и было дерево, но пока еще не представляется такой возможности, так как у нас нет даже паруса элементарного. Мы будем грести ближе к лодкам, к этим лодкам, к бочкам, к островам подплывать, конечно, но тот остров был против течения, поэтому грести было абсолютно бессмысленно. Пластик-веревка. Оть, взял. Копье у нас есть, и давай мы поменяем немножечко тактику. Поставим весло вот сюда, копье вот сюда, потому что этим мы не пользуемся. И, блин, кстати, хочу заметить, что у нас уже все ближе и ближе наступает обезвоживание и голод. А это, а это хочу заметить, грустно, а это хочу заметить очень плохой знак. Очень плохой знак. Эть, достал. Очень плохой знак, потому что у нас нет ни опреснителя, ни какого-либо мангала, чтобы приготовить. А, даже нет... Как-то сказать? Нет у нас грядок. А грядки в этой... В этой игре необходимы. Грядки в этой игре необходимы, потому что еда это всяко... Знаешь, такой невосполняемый ресурс в этой игре, кроме рыбы. Рыбы. Рыба, да, рыба это здорово, но рыбу нужно поймать, а для рыбы нужна удочка, для того, чтобы ее поймать. А это, опять же, ресурсы. Погребем ближе к бочкам, чтобы не париться и доставать сразу много предметов. У нас скоро сломается крюк. Это так же груще. Ой, 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 ты чего? Родная, иди отсюда. Я тут вообще-то это... Ну, твою налево, ты представляешь, нет? Это беспредел какой-то. Если я не доеду до туда, то... Это все. Это получается... Пиши пропало. Ну-ка, достанет? Ну, это вообще издевательство. Слушай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо плывет. Чуть не укусило. Ты видал, нет? Ладно, мы те две бочки упустили, но вот эти две бочки не упустим. Могли бы четыре бочки не упустить, но что ж поделаешь теперь. На самом деле, эта игра проходит достаточно быстро. Это предыдущее мое прохождение, конечно, заняло около 17,5 часов, но... Опять же повторюсь, что мы играли самостоятельно. Мы не занимались никакими этими гуглами, не гуглами. Тем более, мы играли в первый раз, и поэтому... Поэтому это время заняло достаточно много. Давай откроем... Откроем парус и поплывем, наверное, вон туда. Хотя в ту сторону плыть бессмысленно, так как это против... Ой, против этого... Ой! Ой-ой-ой! Это против... Против... Наоборот, нужно плыть против течения, чтобы... Чтобы, как сказать... Как правильно выразиться? Чтобы собирать что-либо. Что-либо нужно... Тихо! Ты дурак, что ли? Зачем ты выбросил это? Да, наступает ночь. Наступает ночь, и мы ничего не видим. Становится от этого грустно. Давай посмотрим в настройках, есть ли здесь... Какое-нибудь... Поле, отвечающее за... Сейчас. В голову стучит. Есть ли здесь какое-нибудь поле за... Светлость, отвечающее. Но... Я его не вижу. Я сделал себе фов побольше зачем-то. Чтобы, наверное... Хотя, или такой же оставил. Даже не знаю. Чтобы видеть побольше. Мы медленно приближаемся к этим бочкам, или бочки приближаются медленно к нам. Пока еще не ясно. Так. Плывет акула. Плывем мы. Акула пока мирно дрейфует. В просторах океана. И ждет, когда же наступит пора ее напасть на наш чудеснейший плод. Давай немножечко правее возьмем. Потому что бочки плывут правее. Я вижу бочки, поэтому я плыву к ним. То есть я не хочу плыть куда-то еще. Я хочу плыть к бочкам. Давай киданем вон туда крюк. Хопа. Ну, возьмись. И бочка взялась. Это прекрасно. Бочку еще вижу вон там, но я думаю, что мы до нее не доплывем. Хотя, может, и доплывем. Пока неизвестно. Не знаю, насколько тебе... Ой, водичка, водичка заканчивается. Это очень плохо. Кстати, если мы умрем, то будет плохо. Полос просто будет очень плохо. Пальмовых листов нужно. Да ладно тебе. Ну, что ты придумываешь? Откуда же я тебе сейчас их здесь возьму? Пальмовые листы. Дурил-то картонные, ну. Сдохнем же сейчас. Сдохнем. Это будет наша первая смерть. Да? Да? Как бы иначе-то и не будет. Как иначе может быть, если мы уже помираем? Она вот задыхается. Я промазал еще. Ну, здорово. Вообще классно. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Возьми доску. Возьми доску. Хуже никому не станет. Тем более от доски. От доски никому никогда хуже не бывало. Чайки летают, которые будут нам мешать в будущем жить спокойно и выращивать какие-либо растения. Мне опреснитель нужен был изготовить. Опреснитель. Давай поставим его вот сюда. Но давай его поставим лучше вот сюда, чтобы... Блин, но все равно плохо. Положим доску и сделаем чашку. Чашку нужно сделать. Наполнить соленой водой и положить чашку соленой воды. Сейчас мы выпьем водички, чтобы было хоть немножечко полегче нам. Потому что... Потому что... Потому что ей уже хреново. Слышишь, как кашляет? А это тебе не трейдер лайф-симулятор, опять же. Здесь тебе не получится так просто посидеть и подождать. Просто подождать, посидеть. Оно не просто звуками проявляется. Оно еще и на здоровье влияет. Сейчас у нас дойдет до низу. Ну что такое? Не пойму. А-а-а. Так, подожди. И что, и пить? А, выпить. Все, понял. Ну ты чего? Ёшкин ты кот. Наливай давай. Я испугался. Я думал, она на меня прям сейчас прыгнет. Ну ты, конечно, даешь. Ух, блин. Казалось бы, да? Ничего страшного-то нет. Но, блин. Я испугался. Я испугался очень сильно, честно. Я прям пересрал. Так, постро... Построим, говорю. Вот тут вот кусочек, чтобы у нас не оторвало вместе с опреснителем. На всякий случай. Подожди, а кто это мне завернул? Это я завернул, да? Ну я молодец. Молодец, конечно. Давай, вот сделаем вот так. Откроем плод. Ой, откроем этот парус. Еда теперь у нас подходит к концу. Это вообще не радует меня. Меня вообще не радует, когда в нашего главного героя снижаются характеристики ниже, так сказать, минимальных. Ниже рекомендуемых. Теперь вы можете изучать антенну. О, погоди. Нет. Получается, наверное... Нет у меня рецептов-то. Которые у меня были. По прохождению той игры. Вот такая история получается, да? Представляешь? Представляешь? Ну-ка, хоть палку возьми, ну. Какой дурил это, ну. Вообще несправедливость. Поплыри вот сюда. Давай возьмем обычный гриль. Изготовим обычный гриль. Обычный гриль перетащим вот сюда. Возьмем, поставим этот обычный гриль вот сюда. Положим доску. О, динертайм. Подожди, а я же получал уже достижения, все, которые у меня здесь были. Не прямо уж до конца, но все же. Давай положим сырую свеклу, потому что она... Блин. Очень громко играется звук, воспроизводится и... Прямо-таки... Прямо-таки мне мешает. Мешает очень. Вот так вот, наверное, будет гораздо лучше. Я просто себя слышать уже перестал. Представляешь? Слышать себя перестал, но разорался. И я уже глухал. Так, водички давай выпьем. Выпьем водички. На будущее положим вот сюда, чтобы была. Положим доску. Возьмем сейчас сырую... Ой, сырую, жареную свеклу. Возьми давай. Нет поблизости бочек. Бочек я не наблюдаю. Это очень грустно. Ой. Антенна используется с приемником. Хорошо, что она используется с приемником. Дай мне свеклу. Свеклу хочу, свеклу. Давай. Давай уже приготовь ее в конце концов. Она уже насквозь прожарилась. Она уже сгорела. Что, нет что ли? А у меня нет досок. Это что получается-то? Это заговор. Это получается заговор. Взять готовую свеклу. Ты... Блин, это... Это издевательство. Казалось бы, да? Ничего не нужно. Ничего не нужно. Нужно просто взять и... Просто положить доску. Она сразу же приготовилась. Но нет. Мы, блин, тебе... Сделаем такую подлянку, чтобы ты не мог... Приготовить свеклу без... Без... Того... Без того, чтобы ты... Ах... Без этого... Без этой процедуры, короче, ты не сможешь... Ничего приготовить. Вот без одной доски я бы сейчас все... Не обслился бы. Чего ты не взял доску, которая плыла только что? Ну ты дурилка. А вижу бочки на горизонте. И мы плывем ровно на них. Ровно на них мы плывем. Волны качают наш... Эээ... Как это сказать? Чудесный плод. Опять уже рать захотел. Ну, сука, ты прожорливая. Хватит... Урчать. Хватит урчать. Теперь вы можете изучать приемник. Это хорошо. Мне нужна маленькая грядка. А я не могу ее сделать. Знаешь почему? Потому что... Потому что у кого-то нет... Нет ресурсов для этого. Давай сделаем удочку. Давай сделаем удочку. Удочку. А где удочка? Я же видел удочку. Да, видел удочку. Едить. Ничего там, сколько всего нужно-то. Давай положим тогда сырую свеклу. Доску. И пойдем. Пойдем. Что делать? Пойдем. Пойдем. Ловить доски. Пойдем ловить пластик. Блин. Но с такими, конечно, успехами мы не скоро этого все наловим. Так. Какую сторону нам лучше плыть? Тут есть флажок. Тут можно построить флажок, чтобы он указывал направление ветра. Он указывает направление ветра. И ты себя вообще не паришься, просто туда, в ту сторону, в которую показывает флажок, выставляешь этот парус, и он типа туда плывет. Наша бандурина вот эта огроменная, которая сейчас у нас есть. Ой, что это за звук? Ой. Хорошая моя. Ты больше так не делай. Мы ее, кстати, в скором времени должны уже прикончить, так как она не имеет столько, ну, большого количества здоровья. Она там умирает буквально за сколько-то прям ударов. То есть у улучшенного копья там нужно прям ударов шесть, может, и она... Опа, островок. Островок, и мы немножечко давай повернем вот сюда. Так как я думаю, что нам надо будет плыть вот сюда, все-таки лучше она плывет вон туда, а потом мы лучше завернем вон туда. Я бы, конечно, с радостью помог веслом, но весло тратить тоже не прикольно. Не прикольно, хотя бы потому что... Потому что весло, оно все-таки ломается. Ломается, ломается, и, блин, какие-то ресурсы на нее придется тратить. Вижу остров, вижу листочки, вижу отсутствие у меня крюка. Блин, 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 блин. Эть, сейчас укусит. Не укусила. Хе-хе. Успел. Это и думала. С кем связалась-то? Ну? С профессиональным этим плотоводителем. Блин. Поверни, пожалуйста, вон туда. Мне срочно нужно вот эту бочку подобрать. В ней наверняка куча всего полезного. Угу. Кусать она собралась еще. Придумала. Дуристика. Дуристика, ты с плавником не укусишь. Так, давай сделаем крючок пластиковый. Он делается просто. Он делается быстро. И он делается почти бесплатно. Вон там две бочки. Я, блин, хотел бы к ним сплавать, но это же почти против течения, да? Да, это против течения, но... Точнее... Точнее, наоборот, по течению получается. Бочки же плывут туда. Правильно, правильно. Ну. Давай вот туда вот киданем сразу. Так, и разворачивай вон туда. Сразу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Возьмись. И поплыли. Давай возьмем сразу, положим вот сюда сырую эту свеклу. Так как она нам все-таки уже, наверное, на посадку-то не пойдет. Хотя у нас еще все впереди. Как бы у нас еще есть целая одна свекла, чтобы ее посадить. Как бы... Ну, как бы нам никто не мешает. Но у нас есть целых пять минут. Как бы... Точнее, не целых, а всего пять минут для того, чтобы мы это все сделали. Так как серия все-таки ограничена по времени. И как я уже сказал, она ограничена примерно в 30-35 минут. Пятьсот. Видел, сколько я уже налутал этим крючком? Ты знай. Вот так вот я могу. Так, с чем мы делаем-то вообще? Нам нужна еда. Нам нужна еда, маленькая грядка. Веревку делаем. И делаем маленькую грядку. Собственно говоря, вот. Давай поставим ее вот сюда, вот маленькую эту грядку. Эть! Блин. А ее нужно поливать еще же, ведь я помню. Да, ее нужно поливать. И нужно... Нужно, нужно... Наполнить пресной водой. Полить лужайку. Полил лужайку. Налил воды. Налил соленой воды. Положил доску. Взял доску. И кукуешь, сидишь, ждешь, пока у тебя в конце-то концов наберется достаточное количество ресурсов, чтобы можно было построить плод получше. Иди отсюда, собака. Какая, блин. Хитрожопая. Сама посадить не может. Вот у нас клюе, представляешь? Ну и дела, ну и дела. Островок мы, кстати, уже проплыли. А это очень грустно. Нам нужно туда. Нам нужно туда. Там есть деревяшки и пальмовые листья. И мы за ними сейчас поплывем. Нам нужно как можно скорее заморочиться и сделать... Как его называют правильно? Маяк, который вот как раз-таки нам поможет... Изготовить якорь. Давай изготовим якорь, наверное, да? Тут есть многоразовые якори, но... Но... Но вот... Что такое? Я вот не знаю, нормально это жидкость или нет. Лучше давай... Нальем жидкость. Нальем водой. Нальем жидкость. Наполним пресной водой. Блин. Что же ты делаешь-то? Зачем ты на меня нападаешь? Ты же знаешь, что ты получишь пиздюляных от меня. Вот и всё. Ничего не добьёшься. Жрачка мне нужна. Мне нужна жрачка. Кстати, да, у меня откуда-то две свёклки. Мы сожрём сырую, что ли. Хуже-то не будет. Так. Мы опять проплыли мимо острова. В обратном, хочу заметить, направлении. И обратно мы уже не плывём. Давай поможем немножечко веслом. Ну, думаю, ничего страшного не случится. Сейчас сломаем, правда, его уже. Остался хер да нихера у нас выносливостью этого весла. И да, и мы остановились. Блин, грустненько, грустненько, грустненько весло. С чего делается из верёвок? Изготовить и поплыли дальше. Сейчас мы нарубим... Блин, а нарубим? А с чего мы нарубим? У меня же даже топора нет. Тут есть ананасики, я помню. Или какие-то кокосы. Что-то, короче... Полезные продукты всякие, которые... Которые полезные. Давай бросим... Бросим якорь куда-нибудь вот сюда. И киданём его туда. Всё. Будем... Будем здесь стоять. Белый цветок. Я, кстати, не знаю, зачем этот белый цветок нужен. Потому что я так и не нашёл применения никакого практического в этой игре. Потому что... Потому что его здесь нет. Ой, бляха, муха, бляха, муха, бляха, муха сейчас съест нас акула. Или не съест. Или показалось. Давай положим вот это вот дело сюда. Выпьем водички. Нальём... Нальём водички вот сюда. Дождёмся. Когда же у нас... Приготовится свёкла. Чё такое гудит? А, это мой компудактер. Надрывается, мучится. Мучается. Прям не может больше. Нагрелся, наверное, как собака. Я прям слышу через наушники. Представляешь, как он там гудит? Блин, старается. Графонистая игра просто. Графонистая, блин. Графонистая, чтобы обосраться. Наполнен пресной водой. Давай. Кстати, свёкла, чё, поспела уже, что ли? Нет, не поспела. Давай, пожарься уже, пожалуйста. Я сейчас с голоду сдохну. Ты готовишься дольше. Никакого профита от тебя нет. Давай, восстанавливай. И мы пойдём... Каменный топор, доски. Доски, да? Блин, а мне не с чего это всё делать. Ха-ха, нахрена я сюда туда пришёл? Вот такой вопрос. Вот это вот вопрос. Вот это вопрос. Блин, интересно, интересно. А на самом деле, зачем я сюда тогда приехал, если мне нет топора? Вот это самая глупая глупость, которая была мною сделана. Но чё ж уже поделаешь. Пойдём. Пойдём тогда. Я думал, вокруг можно где-нибудь обойти. Ну-ка, ну-ка, залезь. Что это за цветочки? Красный цветок. Зачем он мне нужен? Я не знаю. Синий цветок. Здорово, конечно, что мы их насобирали, этих цветков. О, арбузик. Вот арбузики, это здорово. Ананасы тоже здорово. Их можно есть. Они, кстати, восстанавливают, по-моему, пищу и воду сразу. И чёрный цветок. Блин, слушай, я набрал этих цветов. Кому дарить только, не знаю даже. Жёлтый цветок, чёрный цветок. Они, наверное, для красителей каких-то. По-моему, мы их не использовали. Мы их не использовали для того, чтобы что-то делать в этой игре. Как бы я проходил её полностью и, по-моему, не использовал ни разу. Возможно, потому что в нашей игре отсутствовало творчество как минимум. Чё, сожрали, что ли? Суки, сожрали, представляешь? Чё это за семена? Красная семечка. Убрать. А зачем мне это всё нужно? Свёклку нужно просто посадить. В количестве двух штук. Блин, опять еда нужна. Это вообще какой-то замкнутый круг. Короче, питаться только свёклой это невыгодно. Ну и давайте на этом закончим. Просто подведём какие-то итоги, знаешь. Типа, давай сохраним мир. И продолжим обязательно в следующей серии. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий. И до встречи в новых видео, в новых сериях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok